Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про обработки винограда. Сначала я немножечко расскажу вам вообще про подход к обработкам, про различные препараты и потом уже перейдем конкретно к тому, что мы делаем. Сразу говорю, что то, что я рассказываю, оно актуально для нашей зоны. Для, скажем так, средней полосы, если говорить о Беларуси, это Минская область, может быть и севернее, потому что в более южных регионах. Если у нас основные вредители винограда это Мильдио и Аидиум, грибковое заболевание, то южнее очень много различных вредителей в виде сосущих насекомых. И понятно, что к ним применяются определенные препараты, которые мы у себя не используем. Не знаю, но нам нет необходимости в этом. Бывает, по-моему, в прошлом году немножко появлялась у нас листовертка, но настолько незначительно, что какие-то применять меры было абсолютно бессмысленно. Итак, значит, разговариваем еще про препараты. Все препараты делятся абсолютно неважно против грибковых заболеваний, либо против насекомых, инсектицидов, на две большие группы. Это препараты химические, которые, ну понятно, построены на химических молекулах. И вот эти химические препараты, они делятся на два типа. Это препараты контактные, которые попадают сверху на лист, создают определенную защиту. Внутрь растений они не проникают, некоторое время, понятно, на поверхности находятся. Дальше смываются дождиком, все хорошо. И препараты системные. Системные препараты, ну скажем так, они несколько более агрессивные. Они попадают внутрь растения и таким образом создают защиту. Мы не будем касаться уже там очень-очень детально, но это то, что попадает именно внутрь. И вторая группа препаратов – это биологические препараты. Биологические препараты, ну само название говорит о том, что их основа – это какие-то, ну скажем так, природные агенты, природные материалы. Например, можно тот же препарат Косил, что это такое? Экстракт пихты сибирской. Это тот же биологический препарат. То есть это вытяжка из каких-то растений, это может быть вытяжка из каких-то грибков. Есть такой инсектицид, акарицид, фитоверм. Он, по-моему, это вытяжка из какого-то гриба, который наносит вред различным клещам, но при этом никак не влияет на что-то другое. Это тот же препарат фитоспорин, основа которой сенная палочка, бацилюсуптилис, ну и множество-множество других. И, конечно, подходы к обработкам, они бывают разные. То есть, например, кто-то для себя выбирает, что они будут обрабатывать только химическими препаратами. Кто-то считает, что нет, химические препараты точно нет. Мы будем использовать только биологические препараты. Третья группа считает, что я вообще, например, ничего не буду делать, пусть будет как будет. Есть еще такое направление не только в виноградарстве, но и в виноделии биодинамика. Биодинамика, ну буквально пару слов, основана на взаимодействии, в общем-то, ну как бы и человека с природой, там с космосом, с лунными фазами и со всем остальным. И что они используют, например, удобрением им служит препарат, по-моему, 500 он называется, когда в крови рог заталкивают навоз, закапывают, год это лежит, потом вот это маленькое количество разводят, по-моему, пырскают. Пырскают виноградник и якобы считается, что все классно. Они же делают различные чаи травяные, которыми обрабатывают виноградники. И говорят, ну в определенную обязательно фазу, в определенное время надо это сделать, говорят, что это действенно. Действенно или не действенно, ну честно говорю, я не пробовала. Звучит это все как некое шаманство. Ну если кто-то хочет, можно этим увлекаться и пробовать. Ну я сейчас скажу такую одну интересную вещь, которая может для кого-то будет вновь, и может кто-то захочет со мной поспорить, здорово растение не болеет. То есть если растения всему хватает, у него есть свой хороший иммунитет. Ну впрочем, как и с человеком, да, когда у человека хороший иммунитет, он хорошо питается, хорошо у него там со всем остальным, к нему и болезни не цепляются. Точно так же и с растением. Ну то есть где-то, когда чего-то не хватает, растение начинает сдавать. И соответственно наши проботки, они тоже могут быть основаны на том, чтобы максимально помочь растению чувствовать себя хорошо, ну и минимально вмешиваться во все остальное. Итак, о препаратах немножечко и о подходах поговорили. Теперь поговорим конкретно вот под наш регион. Напомню, у нас есть две основных болезни, мильдио и аидиум. И следовательно, все наши обработки должны быть направлены на что? На борьбу с мильдио и аидиумом. Поэтому препараты, если мы идем по пути, например, химических обработок, мы выбираем препараты какие? Против одного вот этого агента и другого. Против аидиума один из препаратов это топаз, против мидиума это может быть ридамил голд, это может быть вот такой вот метоксил. У аидиума голд два действующих вещества, одно из них системное, одно контактное. У метоксила, заметьте, вот этот вот монкоцеп, вот монкоцеп, и в аидиуме они содержатся в одной и той же дозировке, плюс появляется второй агент. Буквально два слова по ридамилу. Часто встречается в интернете такая байка, что ридамил это вообще страшнейший препарат, что срок выхода у него 60 дней, но об этом вот такие плохие, там Беларусь, Украина, Россия об этом не пишут, нас всех травят и все очень-очень страшно. Рекомендую для таких вот сомневающихся зайти на сайт вот этой самой производителя Синдженты, и почитать очень-очень подробненько все, потому что, по-моему, для или Испании, или Португалии, если я не ошибаюсь, там вообще стоит срок выхода, наверное, 10 дней или 14, как у нас. В общем, не все так страшно. Если кто-то захочет более подробно узнать про все эти сроки выхода и все прочее, в интернете эту информацию можно найти. И там есть четко прописано, с чем этим связано, вот эти вот 60 дней, которые упоминаются на сайте тоже Синдженты. Все, на этом про ридамил, как бы забываем, ничего страшного. Но любой препарат, есть еще такой препарат Строби, он у меня сейчас нету, чтобы вам показать. Любой препарат в магазине против Аидима и против Мильдио вы можете брать. Единственное, помните, что препараты надо менять. Микроорганизмы, они очень такие приспосабливаемые. И поэтому в сезоне мы сначала применяем один препарат, потом применяем другой, для того, чтобы не было привыкания вот этих самых грибков к этим препаратам. Часть препаратов я вам назвала. Остальное, то есть, честно, смотрите сами в магазинах, потому что где-то в одном магазине один ассортимент, в другом магазине другой ассортимент. Не привязывайтесь к чему-то конкретно. Смотрите, что продается. На оборотной стороне все написано ровно так же, как и все дозировки. Все это есть. Напомню, что здоровое растение болеет гораздо меньше, либо не болеет вообще. И нам надо ему, кроме вот этих обработок защитных, чем-то помочь. Поэтому мы в обработке включаем что? Микроэлементы. Можно включать еще какие-то адаптогены, типа Экосил, Эпин. Что-то из этих препаратов. Их на самом деле тоже много. В магазине можно поискать. То есть, делаем такую баковую смесь. Какие микроэлементы? Вот в этом году я купила вот такой вот. Здравень. Он идет прям для винограда, для винограда. Есть в таких фиолетовых упаковочках, по-моему, Leaf Trip. Я сейчас могу ошибаться в названии, но тоже именно для винограда подобранные микроэлементы. Все это в магазинах легко найти. Особенно там, где есть продавец, спросите. Он вам сразу подскажет, что есть. То есть, в обработку мы включаем не только защитные, но и какие-то вот такие микроэлементы, которые помогут нашему винограду чувствовать себя хорошо. И еще коснусь одного такого, скажем так, чудо-препарата, который тоже помогает нам защитить наш виноградник от всех болезней. Это препараты меди. Может быть, это бордосская смесь. Ну, либо есть еще другие препараты. То есть, это то, что работало всегда. Это то, что разрешено. Это то, что активно используется в Европе. Ну, то, что бюджетно. И есть еще такой препарат Азофос. Это, в принципе, та же медь, только еще с добавкой азота. И, например, в первую обработку, в первую обработку можно использовать это. Так, по препаратам прошлись. Может быть, немножко сумбурно. Но я очень надеюсь, что разберетесь. Действительно информации много. Сам подход. В прошлом году и до этого, что мы делали? То есть, мы брали препарат Мильдио, а Идиом. Единственное, помните, что если вы будете брать топаз, топаз лучше ни с каким препаратом не смешивать горит лист. То есть, топаз лучше отдельно. Все остальные совместимости препаратов, повторюсь, препаратов много. Есть инструкции, есть интернет. Поэтому ищите эту информацию, что с кем совмещается. Это может быть указано на упаковках. Если сомневаетесь, не знаете, лучше обработайте отдельно. Немножко трудоемко, но тем не менее. Итак, подход. До этого мы обрабатывали как? Первая обработка, пятый лист. Вот, смотрите, вот она приблизительно стадия пятого листа. Это вот тоже такие побеги. И сейчас мы их будем обрабатывать. Может быть и позже, потому что ваш виноградник развивается по-разному. Что-то может быть уже большое, что-то еще совсем маленькое. Опять, сами решайте. Или вам удобно подождать и все обработать вместе. Либо вам удобно обработать часть и часть. Смотрите сами. Значит, первая обработка, пятый лист. И мы добавляли микроэлементы, экосил, что-то от мильдю, что-то от аидима. И брали системные препараты. Но дело в том, что в наших условиях, в наших условиях, виноград начинает болеть. И болезни появляются где-то в августе, причем в середине и дальше. В тот момент, когда начинает уже краситься ягода. Почему это происходит? Как раз таки ослабляется растение, когда у любого растения инстинкт на что? На размножение. Ягода это размножение. Вся энергия уходит на ягоду. И, соответственно, защитные силы растения, они ослабевают. Повторюсь еще раз. Я рассказываю конкретно для нашего региона. И, соответственно, мы понимаем, что если мы используем вот в эту первую обработку, сейчас у нас получается конец мая. Начало июня. Ну, очень затяжная, плохая весна. Стандартно первая обработка у нас это могла быть даже где-то середина мая. То есть, понимаем, до августа еще очень-очень много времени. И те системные препараты, которые мы использовали, ну, не особо они действенны, потому что все равно у них есть какой-то срок действия. Да, пусть довольно большой, но они теряют, скажем так, свою силу вот к тому моменту созревания. Хотя мы делаем, как правило, три обработки. То есть, пятый лист до цветения, либо после цветения, как успеваем, и по гороху. Вот таким образом. Соответственно, в этом году мы немножко меняем подход. И что мы делаем в первую подкормку, в первую обработку? В первую обработку мы берем медь. Препараты меди. Либо бордоскую, ну, либо азофоз. Опять же, сейчас весна, сейчас растению, ну, даже начало лета, но сейчас растению можно давать максимум, чтобы оно ускоряло свой рост, чтобы ему было хорошо, значит, мы берем имена азофоз. Бордоскую можно потом взять чуть попозже. Можем взять микроэлементы, но, честно говоря, я как-то вот нигде не нашла информацию, можно ли их смешивать, поэтому я обработаю отдельно. Насколько отдельно, например, утро-вечер, или сегодня-завтра, или выходные-выходные. Ну, смотрите, как у вас будет получаться. То есть, микроэлементы что дадут? Силу. Это что даст? Защиту, как фунгицид, медь. Сюда же можно будет добавить мыло жидкого какого-нибудь, для того, чтобы лучше зафиксировать вот эти агенты на самом листе. И к любому из этих можно добавить и косил, либо эпин, либо еще какой-то такой препарат, который вы найдете. Следовательно, сейчас мы делаем, что мы даем растению питание и даем некоторую защиту. На это время этого будет вполне достаточно. Если вы какие-то хотите использовать биологические препараты, то вы, конечно, все это можете делать. Ну, честно говоря, например, фитоспорином я осталась не очень довольна. И там рекомендуют обрабатывать каждые две недели. Ну, бесконечно обработки тоже. Это трудоемко, поэтому решать вам. Делайте так, как вам удобнее. На сегодняшний день мы делаем первую. И вторая у нас будет либо перед цветением, либо после цветения. Будем смотреть, как будем успевать по нашему винограднику. Ну, конечно, я вам обязательно расскажу, покажу, что мы будем делать в тот момент. И еще один момент, о котором хотелось бы сказать уже в завершении. Скажем так, не совсем это болезнь. Значит, бывает это на известковых почвах. И это может быть при нестабильных погодных условиях, когда было довольно холодно. Вот что у нас, собственно, и было. И, смотрите, один саженец себя хорошо чувствует, а второй хлорозит. Это могут быть не только саженцы, это могут быть и те растения, которые уже у вас высажены на постоянное место. То есть, что происходит? Начинает желтеть лист. И может он пожелтеть совсем, только прожилки остаются зелененькими. Что в таком случае делать? Не пугаться. Хилат железа вам в помощь. Либо это может быть железный купорос. Но тогда его надо перевести в хилатную форму. Оставлю вам под видео ссылочку на статейку. Ну, самое простое хилат железа купили, обработали. Одно-двух обработок будет достаточно для того, чтобы растение вошло в свою прежнюю силу. Все с ним стало нормально. Ну, конечно, какие-то адаптивные препараты в таком случае тоже можно применить, добавить к этому самому хилату железа, чтобы растению было проще и легче перенести вот эти неблагоприятные условия. И что касается винограда в теплице, значит, здесь обработки у нас минимальные. Понятно, что микроэлементы можно и нужно. Использую здесь биопрепараты. Химических препаратов не применяю совсем. То есть, в теплице виноград, на самом деле, очень сильно защищен от тех же мильдии и аидима. И вот за четвертый год, по-моему, будет у нас винограду в теплице. И за это время у нас ни разу не появлялись никакие вот эти болезни. Поэтому здесь мы особо и не обрабатываем. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч. Пока!